Продолжение следует... 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 Так, следом включим клей, отключим инверсию, уменьшим размер кисти и немножко вот так вот поднабросаем пока, чтобы был у нас внешний вид. Клеем можно ещё вот так вот пройти, а если отключить его, вот такие у него глазные дуги что ли, или как они называются. Так, теперь нам нужно что? Прорезать вот эту часть, вот так она прорезается и вот здесь вот поднакидать именно скулу, опять же это лучше клеем включенным накидывать. Вот так всё это дело накидывается, здесь отмечаются тоже выпуклости, вот в этой части. Всё это дооформим сейчас и поработаем немного флаттеном. Флаттен нам нужен, чтобы приплюснуть вот эту часть, вот так вот. Также немножко поработаем вот с этой частью тоже, выровняем её носовой и вот здесь вот чуть-чуть сделаем вот так вот округло, потупее. Вот такой уже крокодил прикольный получается. Ну а тут уже можно или её доделывать, или уже в зебраж допустим вернуться и там уже полностью прорабатывать все анатомические детали и так далее. Так, вот этот череп немножко нужно сплюснуть, вот здесь чуть-чуть тоже увести, вот такая, чтобы была вещь получалась, вот так вот. Ну и вот тут вот поднакидать именно заднюю часть, здесь будет стыковка именно с телом, вот так вот и немного кризисом кое-где порезать, вот так. Вот эта скула может быть побольше, смотря какой крокодил, пошире, чуть выпирать сюда, сверху это должно смотреться где-то приблизительно вот так вот. Вот, и немножко это всё делая, припустить, вот эту скулу чуть-чуть приподнять, вот эту тоже, она должна быть плоская и чуть-чуть приподнятая. Вот таким образом вы, когда будете работать с моделью, ставьте её вот так вот под разные углы и от разных углов уже производите подъёмы, тогда модель лепится очень хорошо и классно. Так, здесь немного кризисом доформим вот эту часть, вот так чуть-чуть пройдём и немножко уведём аж дальше. В принципе, вот такая простая болванка получается, здесь вот тоже можно немножко расширить, здесь чуть-чуть челюсть увести, ну и вот эту часть можно кое-где углубить, инверсия с драйвом отключенный клей. Вот так чуть-чуть вмять её, вот таким вот образом. Так, теперь клей включаем и уже инверсию отключив, можно кисть поменьше, интенсивность побольше и кое-где вот добавить какие-то, допустим, вот выпуклости, детали. Вот так вот. Шифтом где-то можно что-то выгладить, вот так вот, левая кнопка мыши shift. Вот здесь вот есть впадина, вот сейчас покажу вам. Делаем кисть поменьше, вот здесь есть впадина у него. Он отсюда дышит. Вот, просто намечаем, опять же, всё идёт пока намётки. В зебраж теперь можно это всё дело отмаскировать, отделить, сделать открытую пасть и так далее. Здесь можно немножко, опять же, прибавить. И здесь немножко вот так увести и глаза чуть-чуть, наверное, поближе поставить. Вот где-то в таком духе. Теперь глазные вот эти вот штуки можно приподнять, сделать их чуть-чуть побольше и немножко кризисом где-то уже чуть-чуть прорезать. Главное наметить вот эти вот шишки, которые присутствуют спереди. Вот так вот и нос. Так, нос ещё можно чуть-чуть вот так вот приподнять. А эту челюсть тоже можно чуть-чуть сделать туповатой. И немножко здесь вот так её заузить. Вот такая нехитрая модель болванки крокодила. Вот такое выходит у него быстрое построение. Ничего такого сложного. Дальше здесь выходят уже детали. Выходят зубы, шкура и какие-то кости. Уже это можно намечать именно в зебраж. Такую заготовку можно, опять же, повторяюсь, это сделать полностью в зебраж. Но здесь как-то вы видите, что всё мягче и как-то работать мне лично удобно. Опять же повторяюсь, кому надоел, пишите, скажи, надоел ты повторяться. Мы твои ролики уже видели. Уже в курсе дела. Так, нос чуть-чуть ещё приподнять. Ну и что, можно теперь сжать ГОС и отправляться в зебраж. Так, вот теперь здесь в зебраж мы можем это дело всё вытянуть. И получается у нас вот такая вот прикольная заготовка. Теперь давайте разберёмся с телом. Ставим заготовку вот в такое положение. Где-то по экрану у кого как расширен. Кстати, экран можно расширять именно вот здесь. Вот зум есть. Можете ставить его каким вы хотите. Хоть на всю. Так, теперь альтом левая кнопка мыши вот где-то вот так вот ставим. И альт левая кнопка мыши чуть-чуть уменьшим модель. Следом заходим в саппулы и заходим в аппент. Находим сферу, переключаемся на неё и подставляем MOV Gizmo вот сюда. Вот таким вот образом. Голову, кстати, после скульптис можно немножко уменьшить сайзом. Чтобы была, так, пардон, переключиться надо на голову. Нам большая модель не нужна и поэтому мы её немножко уменьшим. Верхний вот этот полозок. Так, теперь опять же переключаемся на сферу и уже Gizmo вытягиваем. И немножко его расширяем. Подгоняем вот так вот. Следом можно взять опять же сферу. Или сделать вот этой сфере дубликат. Давайте дубликат сделаем и перетянем его вот сюда. Здесь повторяем опять же сужение. И расширяем вот так чуть-чуть. Всё, больше не надо. Теперь нужно переключиться на кисть. Так, MOV Topology, MOV Elastic. Любой, кому какой удобно можете пользоваться. Включаем X-симметрию. Так, пардон, Ctrl Z. Что-то не так. Так, немножко ещё здесь можно сплюснуть вот так вот Gizmo. И почему не работает кисточка. Включаем Brush, включаем Simple и отключаем Simple Project. Меня, кстати, спрашивали об этой клавише. Так, что это? Да как это? Опять же не работает. Значит, надо сделать Dynamesh. Флор. Так, всё, неполадка устранена. Произошло просто, что ноутбук у меня немножко тупанул после ГОСа из Sculptris. Но это не проблема. Делаете сохранение просто проекта. И возвращаетесь уже, делаете. В смысле, не выключая, просто сохраняете. И работаете дальше. Так, теперь всё это дело вытягиваем подальше, вот так вот. И получается вот такая вот заготовка. Что теперь можно сделать? Теперь объединяем тело, голову пока не будем, объединим тело с хвостом, это Merch Down. ОК. Делаем всему этому Dynamesh. И Ctrl-Shift. Надо это всё DreamRect поставить. И вот так всё обрезать. Делаем Ctrl-W, одна полигруппа. И опять же делаем Dynamesh. Так, всё слепилось, всё склеилось. Это вот, вы видите, как всё произошло. Так, Flour можно отключить. Ну и немножко, опять же, Graph Size побольше. И вот так всё это дело здесь по X. Немножко корректируем. Вот так чуть это. И немножко вытягиваем тело. Хвост чуть-чуть делаем. Вот так вот вытянутым. И всё это дело можно в Shift, левая кнопка мыши сгладить. То, что она вот так вот всё включена, это просто, как говорится, опять же, балланка. Не обращаем внимания. Так, документы немножко, наверное, Zoom уменьшу. Так, теперь нужно немножко, опять же, включить Move и чуть-чуть всё это дело сплюснуть и припустить чуть вниз. Вот так вот. Всё, вот заготовка неказистая. Всё это потом выгладится, доделается. Где-то пройдётся полишем. Это уже в процессе разберёмся. Давайте добавим теперь лапы. Так, саптулы. Жмём Append и нажмём цилиндр. Переключаемся на цилиндр. И всё банально просто. По прошлым видео заходим в Size. Немножко всё это дело уменьшаем. С помощью Gizmo, включив Move, передвигаем вбок. Если надо, если можно, по центру работаем. Делаем всему этому Dynamesh. И опять же в Size. И опять же по Y оси вытягиваем и уменьшаем. Чтобы лапа более-менее уже походила по размеру. Так, теперь всё это вот так вот выставляем боком. И устанавливаем уже вот к этой части. Сюда. Так, чуть-чуть под наклоном. Вот так вот. Теперь включаем Control и делаем вот так вот вытяжку левой кнопкой мыши. Немножко перекручиваем. Смотрим с разных ракурсов, чтобы это всё дело состыковалось. Вот так вот. Это будет намечена у нас уже лапа. Вот так немножко я изогнём. Чуть-чуть состыкуем. Снимаем Control левая кнопка мыши маску и делаем всему этому дайномеш. Всё это склеивается. Шифтом выгладить можно. И вот теперь как подогнать лапу по размеру. Это деформация, это инфлата. Вот так чуть-чуть делаем. И делаем дайномеш. Всё. Лапу подогнали. Ну а здесь уже как всегда с помощью кисточки Moff Topology всё это дело корректируем и вот так подгоняем. Так. Всё. Вглубь уводим. Ну и так же можно дублировать с помощью Moff. Делаем Control левая кнопка мыши. Нажимаем и уводим вот эту лапу назад. Переворачиваем её. Ставим вот в такое положение. Пусть задняя лапа уже коленом смотрит к голове. И вот здесь вот так вот это всё дело корректируем. Вот так вот ставим. Вот. И немножко можно поближе вогнать в тело. Так. Снимаем маску и теперь Control левая кнопка мыши. Снимаем маску кстати. И заходим теперь в геометри. В геометри делаем Moff Topology Mira and Well. Зеркалим наши лапы. Вот такая получилась заготовка. Так. Теперь можно зайти на тело и сделать то же самое отзеркалить его, чтобы стало симметрично. Mira and Well. Всё. Вот такая получилась заготовка. 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 А теперь можно Control левая кнопка мыши маскировать, где-то что-то уплотнять с помощью Gizmo. Вот плюс нули хвост. Подогнать это всё более-менее симметрично. Снимаем маску. Shift левая кнопка мыши выглаживаем. Так. Это нам не понадобится. И опять же Moff Topology побольше детализацию. И вот здесь уже чуть-чуть вот так вот корректируем. Вот теперь дошло дело до головы. Включаем голову, приближаем. Опять же на тело. Здесь вот так всё это дело выравниваем. Накидываем немножко на голову. Переключаемся на голову и поднимаем вот эту часть заводя её аж на тело. Вот так вот. И немножко здесь можно кое-где приподнять, подкорректировать. Словом, вот такая вещь. Так, теперь здесь чуть-чуть расширяем. Shift выглаживаем. Делаем Dynomesh. И вот теперь объединить надо ноги с телом. Потому что по отдельности они нам не нужны. нам нужно именно сейчас будет мышцы наносить. Merchdown окей. Всё объединено, но всё поделено по полигруппам. Если вы захотите какую-то деталь сделать, чтобы тело вам не мешалось, жмёте Ctrl Shift и на полигруппу. Вот так можете работать. отключаем поле F чтобы сетка не мешалась. Теперь переключаемся на кисточку Clay Buildup. Кстати, у меня тут завалялись ещё окажутся кисти. Я их пересматривал. Clay Tubes для лепки. Вот сейчас вам покажу как работает эта кисточка. Так, симметрия включена. В принципе она работает так же как Play Buildup но называется Play Buildup. Ставим на двоечку и посмотрим заодно проверим как она работает. Лучше хуже но работает она мягче. получается её на двоечку уже можно ей работать на пятёрочке. На пятёрке она работает как на двойке. Здесь докидываем мышцы. Вот так вот. Moff Topology немножко уплотняем вот эту часть. вот так вот. Чуть приминаем бока выделяем позвоночник здесь вот у него идёт позвонок и немножко можно это дело потом приплюс ночь так контрол замолвим опять же так alt левая кнопка мыши делает углубление это вот если взять кисточку берём кисточку допустим play buildup ставим её на двоечку draft size чуть побольше зажимаем alt и вот чтобы не нажимать the sap этот постоянно можем тут его работать с углублением так всё это дело опять же корректируем добавляем где-то мышцы спинные мышцы вот так идут у крокодила здесь в принципе анатомия она одинакова просто разные скелеты у нас с животными и разные мышцы у нас развиты а мышцы в принципе у нас одинаковые спины только где-то мышцы длиннее у каких-то животных у каких-то животных они хуже короче и так далее так включим мофт топологи и немножко вот так крокодила сплю с ним вот так вот вот теперь он более-менее правильной формы используем моф топологи и где-то постоянно весь процесс заключается в том что вы постоянно должны смотреть смотреть с разных боков как это все выглядит как это все смотрится соблюдать мал-мал пропорции для этого можно скачать референсы я стараюсь сделать без рефов почему что ну чтобы тренировать так сказать память что ли ну и модель соответственно будет получаться именно нестандартной допустим вы не будете уже привязываться к какой-то какому-то референцию и будете работать допустим уже сами и у вас будет получаться уже именно как-то индивидуально и немножко давайте наверное еще вот эту часть к жопе уведем замаскируем и с помощью мов вот так чуть-чуть подальше чтобы тело было вытянутое вот так тогда вот есть уже место для живота и есть место для расширения хвоста ну и поговорим давайте рассмотрим как лапы сделать так тут все еще можно дорабатывать вот так вот вот такой классный уже получается так опустим теперь ему лапы чуть-чуть вот так можно замаскировать ctrl и и с помощью допустим гизму чуть-чуть перекрутить и вот так вот подогнать смотрим опять же со всех сторон лучше использовать ротацию с отключенным гизму вот так где-то так он лучше работает но если болванка не принципиально то можно по-быстренькому и так отправить так теперь как сделать лапы лапы можно делать отдельно чтобы уже было так сказать нормально все прикольно так откроем пока сферу сделаем имейк полимеш опять же move гизму включаем выравниваем все это за зеленый квадратик плюс с ним вот так вот ну и немножко тут можно вот где-то так теперь append добавляем теперь так цилиндр переключаемся на цилиндр геометри сайз уменьшаем и теперь дай нам всему этому делу и опять же сайз все это дело вытягиваем и опять же уменьшаем так вот таким вот образом с помощью гизму все это дело переворачиваем и с помощью гизму вытягиваем первый палец выводим вот сюда вот в бок вот так вот они у него пальцы первые толстые там еще ногти идут вот так ну и теперь контрол так это останавливаем делаем так контрол дай нам мэшем мэшем это все поле шифт выгладить можно и мов контрол вытягиваем ставим второй палец так поближе можно ставить чтобы они потом срослись у него лапа срощенная получается у него четыре пальца вот так выходит вот таким вот образом ну вот простейшая заготовка уже на лапу крокодила теперь всему этому делу делаем он так объединить надо это все делаем мерч даун окей заходим в геометри и делаем polish дай нам вот так получается вот такая заготовка и вот теперь ее можно сделать make polymesh зайти теперь на нашего крокодила зайти в sub tool и сделать append найдя вот эту заготовку на нее переключаемся теперь move опускаем чуть-чуть чуть-чуть выводим вот сюда с помощью вот этого серединки можно ее увеличивать уменьшать чтобы не лазить в геометрии сайз и и немножко вот так вытягиваем и вот так вот подгоняем к этому созданию смотрим как установилась что да как немножко еще приподнимаем и вот так все это дело корректируем делаем control левая кнопка мыши подгоняем это все дело на заднюю лапу вот так ну и давайте теперь все это дело корректировать так это опять же можно все подгладить шифтом и с помощью мофта поладжи вот так все это здесь подогнать лапа немножко у него на бок должна уходить вот таким вот образом потом все это здесь долепится пролепится опять же пока заготовка теперь на нашего крокодила и сделаем ему пошире вот эти части вот так аж о и немножко здесь потолще вот таким вот образом ну и заднюю ляху тоже ляшка у него должна быть пышная все-таки мощь крокодил не обы трактор так ну и теперь опять же на кисть control и так смотрим что да как вот эту кисть можно еще поближе даже подвинуть и немножко выше поднять вот так все это потом подкорректируется так и вот опять же все это дело вот так вот и немножко можно даже выгладить вот так опять на тело немножко здесь тоже мышцы добавим вот так вот руки ну лапа у него в принципе плоские здесь вот так вот здесь вот так вот прибавляем так ну и немножко наверное еще поближе подтянем вот так где-то вот так вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...